Здравствуйте, уважаемые телезрители! Как обычно, по вторникам на АТВ программа «Танец Орла». Мои юные коллеги, я Владимир Банчиков, опять-таки, как обычно, приготовили для вас свежие новости из мира нашего республиканского спорта. В субботу центральный стадион принимал дворовых футболистов. В турнире по мини-футболу приняли участие 9 команд под руководством своих инструкторов. В этот день лучшей на газоне стала команда Олега Овчинникова «Бурвод». В матчевой встрече среди девочек между командами «Юники» и «Стеклозавод» победитель определился после серии пенальти. В упорной борьбе выиграла команда «Юники». Призеры получили грамоты, футбольные мячи и сладкие подарки. 21 мая в физкультурно-спортивном комплексе «Улан-Удэ» прошел чемпионат «Бурятий» по пауэрлифтингу среди инвалидов. Кто самый сильный, выясняли 9 команд. 59 участников из «Улан-Удэ» и районов республики. По итогам соревнований сильнейшими пауэрлифтерами признаны спортсмены из поселка Загорск. На втором месте спортсмены Кижингинского района и на третьем месте иволгинцы. Гиревик из «Бурятий» завоевал золото чемпионата Европы. Соревнования проходили в польском Гданьске с 11 по 16 мая. В них приняли участие спортсмены из 25 стран мира. Сергей Любимский выступал в весовой категории до 78 килограммов. Он выполнил 74 подъема двух гирь весом 32 килограмма каждая. Этот результат оказался лучшим. Спортивный патриот, известный баскетболист Иван Савельев продолжает радовать своих земляков. Воспитание Куландеска Дюшша номер 5, а ныне игрок профессионального баскетбольного клуба «Сахалин» организовал детский фестиваль баскетбола. Организовал при помощи своих друзей, тех людей, которые абсолютно неравнодушны к этому замечательному виду спорта. Сергею Александровичу Рогову и своему клубу, клубу баскетбольному профессиональному «Сахалин». Да-да, фестиваль, а не просто турнир. В чем разница? Смотрите прямо сейчас. Соревнования для тех, кто делает первые шаги в мире баскетбола и пока еще не достает до кольца. Иван Савельев решил подарить самым юным спортсменам возможность набраться игрового опыта и организовал еще один турнир на своей родине. У него есть турнир, осенний такой турнир, это тоже ежегодный, это по стритболу. Уже, по-моему, прошло три или четыре турнира. Вот этот турнир, второй турнир. Вообще он говорил, что такой турнир он предполагает организовать, но все тонкости турнира я не знала. И буквально в начале недели узнала, что этот турнир уже готов к тому, чтобы открыться. Фестиваль для 10 и 11 летних ребят собрал 12 команд из УАЛД и других городов России. Набраться игрового опыта приехали ребята из Иркутска, Ачинска, Шерихова, Красноярска, Абакана, а также Бурятского, Каленска. Интересно будет, потому что из других городов тоже привезли своих воспитанников, сравнить. Соревнования всегда нужны, они стимулируют развитие самого ребенка. То есть после соревнований он уже по-другому будет ощущать себя на площадке. Приезжает уже и тренеру над какими-то ошибками. Можно будет работать, чтобы в дальнейшем подготовить их к основным стартам. В турнире приняли участие и три команды девочек. Юным баскетболисткам пришлось играть против мальчиков. И не всегда сильный пол был действительно сильнее. Это серьезная игра была. Что было неожиданно, что мы выиграли. Вы сегодня выиграли уже, да? Да. Сколько им? Матч? Матч. Мы против мальчиков играли. Тренер хороший. Я сама занимаюсь. Мама играла. Да. Моя команда решила пойти на баскетбол. Да. Но я сначала занималась на роликах, каталась. Меня тренер выловил на роликах и все, я попала на мальчик. Мы играли с мальчиками. Мальчики нас на 10 очков обошли, но мы не сдаемся. Мы попытаемся выиграть следующую игру. Отличается фестиваль и некоторыми правилами. На площадке... Отличается фестиваль и некоторыми правилами. Например, на площадке находятся по 4 спортсмена от каждой команды, а не 5. По 4 человека. За 4 минуты мы меняемся. А как играть? Сложнее или все-таки легче, чем обычно? Сложнее. Почему сложнее? Мало времени дает. Вы собираете разыгрываться? Ну, не знаю. Эти ребята, которые играют, они, наверное, хорошо подготовлены. Все они маленько, а для нас сложные. Они бывают забивают, но и мы бываем не забивают. Тренеры также очень осторожно оценивали своих подопечных и их шансы на победу. Запланировать всегда охота. Но как это удастся, позволит соперник. У них очень мало игрового опыта, поэтому мы приехали учиться. Недостаток мастерства юные спортсмены с лихвой восполняли накалом эмоций. И игры нисколько не уступали в зрелищности взрослым соревнованиям. Наша основная команда мальчиков начала очень лихо. У команды Красноярска даже не было возможности выйти из своей зоны. А если и получалось, то до точного броска дело не доходило. Как итог, победа в сухую. Но даже такая уверенная игра не позволила нашим ребятам стать первыми. В трех возрастных подгруппах победили команды Иркутска, Каменска и Красноярска. Команды из Улан-Дэ везде оказались вторыми. И продолжая тему детского баскетбольного фестиваля, с удовольствием представляю гостью в нашей студии одного, одну из организаторов этого фестиваля, тренера-преподавателя детско-юношеской спортивной школы номер 5 Веру Александровну Воронину. Здравствуй, Вера. Здравствуйте. А вот расскажи, пожалуйста, что это был за фестиваль, кто его придумал, кто его организовывал. Ну и как можно подробнее. А самое главное, конечно, об участниках. Хорошо. Инициатором данного фестиваля был тренер, наш заслуженный баскетбольный тренер Аканин Сергей Владимирович, который является тренером Иваном Савельевым. Первым тренером Вани. Да, да, да. Так вот, просто скажем. Да, можно так сказать, первым его тренером. И вот совместно с ним они решили организовать детский первый фестиваль в Республике Бурятия. А почему фестиваль, почему именно такое название? Просто соревнование, турнир, а тут вдруг фестиваль. С чем связано вот такое название именно? Связано с тем, что мы приглашаем очень маленьких детишек, причем разной возрастной категории, от 8 до 10 лет. В этом фестивале также участвовали мальчики и девочки. Это и необычно. Также он был не по правилам баскетбола, а немножко были правила изменены. То есть играли не 5 человек, а 4. Да, это вот заметно по нашему видеорепортажу, по нашему большому сюжету, который мы подготовили для нашей программы. А почему именно изменили? Почему не 5 на 5 играли, как в обычном баскетболе, 4 на 4? Мальчишкам места мало? Да, пока это мало. На площадке пока мало. Нет, это было связано чисто с профессиональной точки зрения. Почему? Потому что дети только начинают играть. И обычно они вообще не выходят из зоны. А когда играют 4 на 4, есть немножко возможность куда-то выбежать. И расширить данную зону. А 5 на 5 им мало. То есть они пока все туда не могут заходить. Поэтому мы решили, что проведем 4 на 4. Ну это нормально, это отлично было, смотрелось вообще великолепно. Кто, какие города, я знаю, что этот фестиваль уже межрегиональный, сразу же значение приобрел. Кто приехал к нам в гости? Из каких регионов России? Ну, во-первых, участвовало 12 команд. Из них было 5 приезжих команд. И одна команда была наша с поселка Каменска, то есть республики Бурятия. Самый баскетбольный поселок Бурятия. Да, 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 да. Он так и остается. И, конечно, были представлены мальчики 2006 года рождения. А из других городов какие города были представлены? Города приехали. Ачинск, Красноярский край, город Абакан, Иркутск, Шелихов, Иркутская область и город Красноярск. Сколько всего участников получается? Я вот пытался посчитать, но команды разные. Обычно стандартная команда баскетбольная 12 человек. Но тут, делая скидку на то, что совершенно маленькие ребятишки, сколько было участников в общем? Ну, в общем, если посчитать, что в каждой команде 10 участников, то 12 команд, примерно 120 человек. Почему девочек всего три команды? Вот этот вопрос меня особо беспокоит. Почему мальчишек команд много, а девчонок всего три? У нас немножко такая ситуация. То есть в том году наш тренер набрал, то есть перешел с мальчиков, то есть он также остался с мальчиками и перешел на девочек. Это, то есть, Аканец Сергея Владимировича. И он набрал девочек 2007 года. Когда мы стали обзванивать, то есть эти девочки только-только набираются. А у нас они уже занимаются два года. Поэтому мы решили девочек 2007 года и девочек 2006 года пустить с мальчишками. Играть. Да. И девчонки, по-моему, очень достойно сыграли, более даже чем достойно. По-моему, заняли второе место в своей возрастной группе. Да, второе и третье место. Мальчишек вообще сильно, наверное, расстроили. Тех, у кого выиграли, я имею в виду. Конечно, мальчишки, которые приехали, особенно с города Красноярска, они не ожидали, что девчонки дадут такой отпор. Но мы стараемся, мы стремимся, мы развиваемся. Ну, то, что мы развиваемся, это видно невооруженным глазом, потому что наш баскетбол, слава богу, выходит какой-то на новую ступень своего развития. Вот скажи. И в том числе и благодаря таким людям, как Ваня Савельев. Да, конечно, Ваня Савельев всегда отличался целеустремленностью, решительностью, он добивался и шел вперед. То есть, поэтому тут, конечно, мы очень рады, что организовали такой фестиваль. И детишки должны видеть, что наши воспитанники именно из бурятского спорта продвигаются вперед и становятся мастером спорта России. Поэтому, конечно, этот фестиваль дал большой шаг, то есть популяризовал. То есть, очень много родителей пришло, установлены были контакты, связи. Ну и, конечно же, мы первоначальную задачу, которую ставили, это укрепление и сохранение здоровья посредством баскетбола. А также чисто профессиональную задачу, это отпор детишек в сборные команды. Вы знаете, что у нас очень много сейчас детей и переполнены секции, и все хотят попасть. Но это вид спорта такой. И поэтому данный фестиваль дал немножко нам возможности посмотреть этих детишек и определить дальнейшую их судьбу. То есть, уровень... А вот, кстати, об уровне развития нашего баскетбола, тут есть один вопрос у меня лично. Все первые места, ни одно первое место мы не заняли, насколько я понял, из результатов турнира. Почему так? Мы играли, как обычно, наши тренеры так делают, что они выставляют команду на год младше против своих соперников. Давайте я немножко скажу, почему это произошло. Во-первых, данный фестиваль мы разделили на три возрастные подгруппы в связи с физиологией, конечно. Первую категорию у нас представляли мальчики только 2006 года рождения. Это самые взрослые. Это самые взрослые, да. И которые немножко уже представляют, имеют понимание о баскетболе. Да, нашу команду там представляли молодые мальчишки, тренера Чернова Геннадия Андреевича, но эти дети только были набраны. Другие команды уже занимаются 2-3 года, поэтому, может быть, где-то чуть-чуть уступили. Но вы поймите, сначала, когда были предварительные игры, мы выиграли этот город, а потом мы проиграли. Это просто детская психология. Это нормально. В других возрастных категориях там была борьба, причем конкретная борьба, и победа просто так Красноярску не досталась. То есть они вырывали победу у девочек, причем что у одной команды, что у другой. Ну а в третьей возрастной категории у нас получилась такая ситуация, что попались девочки сборной 2006 года, мальчики сборной 2007 года и поселок Каменск. Они были чуть-чуть постарше. Но вы сами понимаете, девочки и мальчики все равно имеют разную физиологию. Ну конечно, даже несмотря на разницу в возрасте, тем не менее. Конечно. Тут согласен. Вер, вот фестиваль закончился, да, очень хорошо закончился. Я надеюсь, что, да не надеюсь, я уверен, что все остались довольны, особенно гости нашего фестиваля, что они обязательно приедут на будущий год. Ваня свою идею вместе с вами, Сергей Владимировичем, с тобой, вообще со всеми организаторами эту идею не оставят, не бросят. А этот фестиваль будет продолжаться, он будет номер пять, номер десять, я в этом почему-то абсолютно уверен. А дальше у нас впереди летний сезон, летний лагерный, так скажем, сезон, где закладывается очень много. Потому что я знаю по себе, по своим детям, что вот эти два сезона, которые юные баскетболисты проведут в нашем лагере «Старт», как лагерь готов принять уже ребятишек, потому что у нас осталось меньше месяца до первой смены. Конечно, всегда готов, наш лагерь с каждым годом всегда благоустраивается, если вы знаете, в том году у нас был открыт новый корпус. А в этом году мы планируем или не планируем, уже есть, то есть открыта новая площадка и также крытый бассейн. Это вообще замечательно. Приезжайте к нам. Обязательно приедем, летом снимем обязательно какой-то большой сюжет или репортаж. Спасибо, Вера, за участие в программе и удачи и здоровья. Спасибо. Готовься к армии с молоду. В поселке Анахой прошел ежегодный военно-патриотический фестиваль «Зарница». В этом году в соревнованиях приняли участие дети-сироты в возрасте от 10 лет. Даже самые маленькие участники стреляли из винтовки, подтягивались, перетягивали канат, потому что все это в армии пригодится. Кто оказался самым подготовленным, знает Галина Соболева. Сено, солома и еще 100 способов выучить строевой шаг. С осмотра песни и марша начались эти соревнования. А самое тяжелое испытание поджидало ребят ночью. Им предстояло переночевать в настоящей военной казарме. Физическая подготовка, как подтягивание перекладине для юношей. Есть сгибание, разгибание рук в упоре для девушек. Кроме этого, предусмотрен проведение общекомандной эстафеты, в которой присоединяются все различные виды и силовая индивидуальная эстафета, где выбирается наиболее сильный подготовленный юноша. Встретить этих детей в темном переулке кажется страшным. Юная Санжима в свои 10 лет отжалась от перекладины 60 раз. Так что справиться с парочкой взрослых парней для нее труда не составит. Да и в принципе, самые юные девчонки в этих соревнованиях дали фору всем. Сейчас я принимал зачеты именно по стрельбе вас. В основном, что поразило это девушки? Девочки. Маленькие девочки стреляют лучше, чем пока сейчас. Девочки лидируют. Мне нравится в некоторых случаях жесткость. Вот даже мне у некоторых не нравится характер. Он такой хлюпый. И как бы все плачут. Девочки там обидели и плачут. Вот как бы нужно за себя постоять. Ну а для парней самое главное подготовиться к будущей военной службе. Поэтому ночь в казарме станет для них весьма полезным испытанием. Да и сама экскурсия по части тоже запомнится надолго. Теперь хоть в разведку. Там показывали, как надо припасы боевые с собой пристегивать. Потом надо, чтобы тебя противник не увидел, как надо прятаться. Потом ты должен смотреть сначала налево, а потом уже направо. Посмотреть, где противник. Слева или справа идет. От этого много очень полезного. То, что нам тут помогает понимать. И правильно, когда мы вырастем, мы тоже такими же быть. И надо все правильно понимать. А ты хочешь быть военным? Да. Галина Соболева, Александр Хомоганов. Первая альтернативная. Припрыжку и бегом до Омска и Иркутска. Наши спортсмены в эти выходные выясняли, кто из легкоатлетов представит Бурятию на турнире в Сибирском федеральном округе. Как это было, расскажет наш корреспондент. Легкая атлетика. Как правило, состязания в этом виде спорта не собирают огромной толпы зрителей. Да и среди тех немногих, кто пришел, это либо друзья, либо родственники ребят. Даже несмотря на то, что турнир республиканского масштаба. Именно здесь атлеты, что есть мочи, стараются быстрее добежать и дальше прыгнуть до более крупных соревнований. Соревнования у нас проходят, если можно выразиться в штатном режиме. Все нормально, участники есть у нас. Как обычно у нас проводят районы, принимают участие у нас. И вот приехали спортсмены из Монголии, но они у нас принимают участие вне конкурса. Даже после победы в забеге и несмотря на явное преимущество над соперниками, некоторые спортсмены остаются недовольны собой. Ведь чем глубже в лес, тем злее волки. Так же и здесь. Чем выше уровень соревнований, тем сильнее конкуренты. Здесь хотелось лучше, конечно, пробежать, потому что на России у меня был личный результат. Намного лучше, чем здесь. Но это летний сезон, начало. Я думаю, что на Сибирском федеральном округе, в городе Омске я выступлю лучше. Покажу достойные результаты, поеду на Россию. Турнир собрал лучших легкоатлетов со всей Бурятии. И что примечательно, по словам самих же участников, самые сильные, как правило, из районов республики. С районов, там сильнее. У них, видимо, настрой все равно другой. И они сильнее выходят. А в чем у них спрятаться? Да, я думаю, то, что настрой, то, что у них нет стадионов, то, что они занимаются в школах разных, и у них все равно настрой боевой. Да, они злее, жестче и сильнее как-то становятся. Победители юниора республиканского первенства отправятся в город Омск, а группа чемпионов старшего возраста представит республику в Иркутской области. Лето, ах, лето! Все выше столбик термометра, а значит, все ближе к пляжный сезон. Как выглядеть на пляже лучше всех, знает наш инструктор Елена Розуаева. Здравствуйте! Сегодня с вами Елена, и мы продолжаем заниматься красотой своего тела. Скоро лето, поэтому полным ходом готовимся к пляжному сезону, становимся красивыми и стройными. Мы продолжаем тренировки по системе табата. Сегодня я подготовила для вас 4 упражнения, которые мы должны сделать 20 секунд в максимальном темпе, 10 секунд отдохнуть. Итак, 2-3 круга. Ну что, начнем? Первое упражнение. Присеп, прыжок, присеп. 10 секунд отдыхаем, дышим. Вдох, выдох, шагаем. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Второе упражнение. Называется скаловаз. Запястье под плечами, пролив. Подтягиваем колени к животу в максимальном темпе. 20 секунд работаем. Начнем. Отдыхаем. 10 секунд. Восстанавливаем дыхание. Вдох. Еще раз вдох. Поехали. Третье упражнение. Отжимания с колен. Отжимаемся. Клопок. Отдыхаем. И нам осталось последнее упражнение в этом круге. Дышим. Последнее упражнение. Одна нога вперед, другая назад. И выполняем смену ног. 20 секунд. Вдох. 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 Можно два, можно три. Прислушивайтесь к себе, к своим ощущениям. И напоследок хотелось бы посоветовать пить побольше воды до тренировки, после тренировки и конечно же во время. Для того, чтобы организм смог быстрее восстановиться. На сегодня все. С вами была Елена. До новых встреч. На сегодня это все. Любите спорт, занимайтесь спортом. Скоро Олимпийские игры и чемпионаты Европы по футболу, где мы будем однозначно представлены. Всего вам самого доброго. Увидимся через неделю. Каждый пацан Баррилдан Каждый пацан Баррилдан Эти сломанные уши на плечах баран Выиграл этим летом дважды Сурхарбан Хочешь на свидание, ты с крутым борцом А вечером в Паттер перейдем Ты послушай меня, милый, претит же коня А то он почему-то нюхает меня Сходим на свидание в лучший ресторан Лишь бы одобрил Даксан Субтитры сделал DimaTorzok